Добро пожаловать в Uber. Водители – наши самые главные партнеры, и мы высоко ценим все, что вы делаете, чтобы обеспечить идеальную работу сервиса Uber. Давайте начнем. Как водитель в системе Uber, вы можете выходить на линию тогда, когда вам удобно, и принимать заказы от людей, которым нужно куда-либо поехать. Чтобы включить приложение, нажмите на значок Uber Partner на вашем телефоне и войдите в систему со своим логином и паролем. Ваш логин обычно совпадает с вашим имейл-адресом. Как только вы вошли в приложение, выберите ваш автомобиль. Вы увидите кнопку, на которой написано «Выйти на линию». Как только вы вышли на линию, вы начнете получать заказы. Мы не рекомендуем выходить на линию, если вы не готовы начать движение. Когда пользователь делает запрос, то ближайший к этому пользователю водитель автоматически получает заказ. Это значит, что если вы получаете заказ, то на линии нет ни одного водителя в более выгодной позиции для выполнения этой поездки. Ваш телефон начнет издавать звуковой сигнал. Нажмите на экран, чтобы принять заказ. Если вы на линии, мы ожидаем, что вы будете принимать большинство поступающих заказов. Как только вы приняли заказ, двигайтесь к месту, указанному в приложении. Мы рекомендуем использовать навигацию Яндекс или Гугл. Приложение автоматически пошлет уведомление пользователю, что вы приехали к месту подачи автомобиля. Нажмите кнопку «Подъехал» сразу по прибытии. Если пользователь ввел пункт назначения, вы услышите этот звук. Если пользователь не ввел пункт назначения, можете ввести его самостоятельно, но это не обязательно. Как только пользователь сел в машину, убедитесь, что это действительно тот человек. Например, поприветствуйте его по имени. Это поможет избежать недоразумений и не уехать с другим человеком. Если к вам все-таки сел другой человек, попросите его найти нужный автомобиль. Забирая не того человека, вы можете внести беспорядок в работу системы. Когда вы убедились, что к вам сел нужный человек, сдвиньте кнопку, чтобы начать поездку. Если пользователь ввел пункт назначения, вы увидите предполагаемый маршрут поездки в приложении. Убедитесь, что пользователь действительно едет в указанное место, сказав, например, мы едем на Тверскую 12, все верно. Мы рекомендуем использовать навигацию Яндекс или Гугл. Как только вы доехали до места назначения, сдвиньте красную кнопку, чтобы завершить поездку. Стоимость за поездку рассчитывается автоматически. После поездки вы и пользователь должны оценить друг друга по пятибалльной шкале. Затем вы сможете вновь выйти на линию, чтобы получать новые заказы. После каждой выполненной поездки пользователь оставляет вам рейтинг от одной до пяти звезд. Вы также можете оценить пользователя. Доусторонняя система оценок помогает Uber предоставить лучший сервис для водителей и пользователей. Ваш итоговый рейтинг — это средняя величина всех оценок, которые вам поставили пользователи. Например, если вы совершили четыре поездки, которые были оценены на 4, 5, 5 и 5, ваш средний рейтинг будет 4,75. Если ваш рейтинг опускается ниже принятого стандарта, вы можете потерять доступ к системе. Мы хотим помочь вам получать только положительные впечатления, поэтому вот некоторые советы, как всегда, получать пять звезд. Приезжайте вовремя. Когда вы принимаете заказ, пользователь видит примерное время подачи автомобиля. Пользователь будет рассчитывать примерно на это время, поэтому важно, чтобы вы не опаздывали. Опоздания часто сказываются на более низком рейтинге, поэтому принимайте заказы, когда вы уже находитесь в машине и готовы ехать. Знайте город. Использование неоптимального маршрута — наиболее частая причина, почему пользователи ставят меньше пяти звезд. Используйте навигацию или спросите предпочтения по маршруту. Чем оптимальнее ваши маршруты, тем больше поездок вы можете сделать за час и заработать больше за то же самое время. Предлагая пользователю возможность выбрать маршрут или использовать навигатор, вы снимаете с себя ответственность за непредвиденные ситуации, снижающие рейтинг. Поддерживайте частоту. Хорошим тоном будет поддерживать частоту и аккуратно одеваться. Пользователи высоко ценят водителей, которые показывают профессионализм и ответственность. Любые сильные запахи могут доставлять серьезный дискомфорт людям. К ним относятся как запахи пота, так и сильного одеколона или освежителя. Идеально, если пользователь вообще не замечает никаких запахов. Следите за безопасностью. Ваш договор СУБЕР предполагает, что вы содержите автомобиль в идеальном техническом состоянии. То есть на авто нет видимых повреждений, скрипы тормозов, а ремни безопасности есть для каждого пассажира. Все ваши документы, водительское удостоверение, документы на машину и страховка должны быть действующими. Когда пользователям комфортно, они наиболее вероятно ставят наивысшую оценку. Поэтому убедитесь, что вы соблюдаете ПДД и избегаете резких разгонов и торможений. Внимание к деталям. Лучшие водители постоянно получают пять звезд, потому что выручают пользователей, например, зарядным кабелем для телефона или бутылочкой воды в летнюю жару. Некоторые водители даже открывают дверь при посадке, чтобы проявить наивысший уровень профессионализма. Быть профессионалом значит также поддерживать позитивный настрой. Спор с пользователем — не лучшая идея, они всегда приводят к низким оценкам. Старайтесь быть приветливыми, это позволит в том числе и вам получить удовольствие от поездки. Иногда что-то может пойти не так. Это не страшно, техподдержка всегда поможет. Как только вы приехали до пункта назначения, протяните красную кнопку, чтобы закончить поездку. Uber использует данные поездки, чтобы посчитать стоимость, которая потом появляется в приложении. В этот момент вас также попросят поставить пользователю от одной до пяти звезд. Поставьте рейтинг, и вы увидите две кнопки. Если стоимость поездки рассчитана неверно, если у вас есть вопрос, нажмите кнопку «Нужна помощь». Выберите наиболее подходящий пункт в конкретной ситуации. Техподдержка ответит вам в ближайшее время. Если все прошло штатно, нажмите «Выйти на линию», и вы сможете получать новые заказы, продолжая зарабатывать деньги. На обучающих сессиях мы всегда говорили, что в Uber есть только безналичная оплата, при которой сумма списывается с банковских карт пользователя, привязанных к приложению. Сейчас мы рассмотрим дополнительную возможность оплаты поездок. Наличные. Эта опция будет в первую очередь доступна новым пользователям. Нашей целью является увеличение числа пользователей приложения и поездок для поддержания стабильного заработка водителей. Как это работает? Когда вы получаете заявку, нажмите на экран, чтобы принять ее. Нажмите кнопку «Прибыл», когда вы будете подъезжать к адресу подачи. Пользователь получит уведомление о том, что вы подъезжаете и будет готовиться к выходу. Не забудьте начать поездку, когда пользователь сядет к вам в машину. Отвезите пользователя по указанному им адресу. Не забывайте делать это в соответствии с высшими стандартами платформы Uber. Когда вы приедете по месту назначения, нажмите кнопку «Возьмите наличные». Вы увидите зеленый экран с указанием стоимости поездки. Всегда помните, зеленый – значит наличные, и они должны быть получены водителем у пользователя. Покажите ему экран с указанной стоимостью. Вы не должны просить пользователя о дополнительной оплате. Помните, каждый пользователь получает отчеты поездки, поэтому он знает, сколько она стоила. Иногда мы предоставляем пользователям промокоды на поездки или скидки. В таком случае вы можете увидеть 0 рублей в конце поездки. Не волнуйтесь, фактическая стоимость будет перечислена вам так, как будто бы платеж был безналичным. Спрашивать наличные из пользователя не нужно. Также в случае поездки по промокоду или со скидкой вы можете увидеть меньшую стоимость поездки по данному маршруту, чем обычно. Возьмите только ту сумму, которая будет указана на экране. Остальная часть, с учетом сервисного сбора и текущих бонусов, будет добавлена вам в платежную ведомость в конце недели. Чтобы увидеть фактическую стоимость поездки без учета скидок, вы можете посмотреть историю поездок в своем профиле. Водитель должен собирать наличные из пользователя и выдать правильную сдачу. Перед выходом на линию убедитесь, что у вас есть достаточно денег для выдачи сдачи. На экране приведены рекомендуемые банкноты и их количество. Никогда не забывайте, что зеленый экран означает необходимость собрать наличные из клиента. В ином случае не берите наличные и работайте так же, как работали раньше. Вся собранная наличность ваша. Uber просто вычтет комиссию из безналичных поездок и добавит бонусы в вашу платежную ведомость в день расчета. Если у вас возникла проблема с тем, что пользователи отказываются платить, нажмите кнопку «Нужна помощь» в приложении. Или напишите нам на почту partnerssobakauber.com. Чтобы сохранять наш с вами уровень пятизвездочного сервиса, помните, что не нужно просить наличные свыше той суммы, которая указана на экране после окончания поездки. Корректно выдавать сдачу, не просить наличные на поездках, оплачиваемых по карте. Эксперимент с внедрением наличных в системе Uber позволит улучшить пользовательский опыт от использования сервиса. Пожалуйста, проверяйте машину на наличие оставленных пользователями вещей. Никогда не будет лишним спросить человека, ничего ли он не забыл. Сотовый телефон, ключи, кошелек. Если вы нашли забытую вещь в автомобиле, используйте раздел «Помощь» в приложении, чтобы оповестить нас. Нажмите на поездку, отображенную вверху экрана, если забытая вещь относится к последней поездке. Если вещь была оставлена пользователем с более ранней поездки, нажмите «Показать больше поездок», чтобы найти нужную. Как только нашли нужную поездку, нажмите «Пассажир забыл вещи в салоне». Нажмите на значок камеры, чтобы сделать фотографию забытой вещи. Далее коротко пишите забытую вещь и отправьте информацию. Мы свяжемся с вами для того, чтобы урегулировать возврат вещи пользователю. Пожалуйста, не просите у человека вознаграждения за возврат забытой вещи. Водители, которые поступают подобным образом, отключаются от системы. Когда количество поступающих заявок больше, чем могут принять доступные водители, цены поднимаются, мотивируя водителей выйти на линию. Это динамическое изменение цены. Изменение цены на период высокого спроса привлекает к работе больше водителей. Это значит, что больше людей могут уехать, водители больше зарабатывают, и система становится надежной для всех, кто ее использует. Динамическое изменение зависит от времени и места заявки от пользователя, но не от места положения водителя. Если заявка поступает из-за пределов зоны, или вы приняли заявку до изменения цены, стоимость будет рассчитана по обычному тарифу. Динамическое изменение цены обычно происходит из-за большего спроса в часы пик или в плохую погоду, во время праздников и значимых городских мероприятий, например, спортивных матчей и концертов. Приложение Uber покажет карту с зонами динамического изменения цены. Бесцветные зоны – зоны относительно низкого спроса. В желтых зонах спрос на достаточном уровне. Оранжевые – очень загруженные зоны. Красные – цена повышена. Разные зоны могут иметь разные повышающие коэффициенты. В одном районе цена может быть умножена в полтора раза, а в другом возможно увеличение в два раза. Следуйте к ближайшим оранжевым и красным зонам, чтобы быстро получить заказ. При работе через Uber важно, чтобы ваш автомобиль и ваше вождение были безопасны и законны. Всегда держите при себе водительское удостоверение, документы на машину и страховку. Убедитесь, что ремни безопасности есть для каждого человека и что машина находится в идеальном состоянии. Если что-то неисправно – освещение, тормоза, дворники или шины – вы не должны работать. Никогда не выходите на линию, если вы устали и теряете концентрацию. Помните, что Uber абсолютно не приемлет употребление алкоголя или наркотиков в любых объемах. Не используйте телефон во время движения. Если вам нужно связаться с пользователем, найдите безопасное место для остановки и позвоните, или отправьте сообщение. Использование приложения за рулем не должно вас отвлекать от соблюдения всех правил безопасности и дорожного движения. Некоторые программы, например, голосовая навигация, были специально созданы, чтобы не отрывать вас от дороги. Идеально использовать держатель для телефона, чтобы не сводить глаз с дороги и держать руль обеими руками. Вы не обязаны принимать пассажира с животным, но согласно законодательству вы обязаны принять в машину собаку-поводыря. Подобные животные всегда отлично выдрессированы, но не стесняйтесь иметь в багажнике подстилку, чтобы посадить животное на нее. Если вы когда-либо попали в ДТП во время поездки в системе Uber, информируйте сразу нас об этом комментарием к поездке, как будете в безопасности.